Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать на мой канал в видео «Спросите у Татьяны», где мы смотрим на самые интересные аспекты русской грамматики и лексики. Для меня очень важно, пожалуйста, смотреть на моём сайте упражнения на перевод, транскрипции подкастов, PDF-книги и, конечно, мой клуб «Русская дача». Нас уже 500 человек. И сегодня вопрос от Габриэля. Спасибо, Габриэля, за этот очень интересный вопрос. Разница между словами «особый» и «особенный». «Особый» и «особенный». Какая разница? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, у этих слов иногда это синонимы. Эти два слова значат не такой, не такая, как другие вещи. Особый, особенный. Не похожий на других, не похожий на другие вещи. Но у них тоже есть нюансы, потому что «особенный» есть ещё такой нюанс, что это какой-то плюс, это что-то позитивное. И, например, «особый», «особый» часто мы говорим, например, «особый вид», «особый сорт», «особый цвет», «особый вкус», «особая форма». Например, мы можем сказать, «это особый сорт роз», то есть это какая-то роза не такая, как все. Но «особенный» есть чуть-чуть нюанс, что это что-то хорошее, прекрасное, позитивное. Например, «ой, какая красивая роза». О, да, это особенная роза, это особенная роза, то есть в ней есть что-то хорошее, что-то позитивное. «Особый» – это просто не такой, как все, и «особенный» есть что-то позитивное, что-то хорошее. Поэтому «особенный» часто мы говорим, «человек», «улыбка», «глаза», например, «красота». Например, у этого человека или, например, у этой девушки, у Натальи особенная улыбка. Когда она улыбается, я всегда чувствую себя хорошо, что все будет хорошо, особенный. То есть «особый» – это не такой, как все, особая порода собаки, особый сорт роз. И «особенный» всегда есть плюс, что это что-то хорошее. Например, ещё такой пример. Сейчас «особые обстоятельства». Мы уже видели с вами слово «обстоятельства» в прошлый раз, это ситуация. И сейчас «особые обстоятельства», значит, оригинальные, не как обычно, не такие, как обычно. Ситуация не такая, как обычно. И, например, «сегодня у нас особенное видео». «Сегодня у нас особенное видео», значит, «сегодня что-то хорошее будет для вас». Например, «сегодня это видео в саду, не в квартире». «Особенное видео» – это особое видео, значит, не такое, как другие, но нейтральное. И «особенное» – значит, что-то хорошее, какой-то плюс. Также «особый», у слова «особый» есть нюанс, что иногда это значит «отдельный», не вместе с другими. Например, «я», когда учу язык японский, я записываю новые слова в особую тетрадь. В особую тетрадь. «Особая тетрадь» значит «специальное для этих японских слов». То есть для английского у меня «особая тетрадь», для русского – особая тетрадь, для японского – «особая». Здесь «особый» значит «отдельный», не «вместе». «Особый». Вот, иногда это тоже могут быть синонимы. Иногда мы используем «особый» и «особенный», когда это синоним, например, «большой». Например, «я посмотрел этот фильм без особого интереса». Или «я посмотрела этот фильм без особенного интереса». Это значит «без большого интереса». «Этот фильм имел особый успех», или «этот фильм имел особенный успех», значит «bольшой». Вот, то есть обычно это синонимы, но у слова «особенный» есть еще нюанс, что это что-то позитивное. Я вам желаю особенно хорошего дня, пусть этот день будет для вас особенным, особенно хорошим. До скорого, спасибо, что смотрите, пока-пока!